Здравствуйте дорогие товарищи! Мы собрались по замечательному поводу Отметить, почтить память И поучиться у выдающегося вождя советского народа Иосифа Серёновича Сталина Наша конференция называется Иосиф Серёнович Сталин Руководитель государства диктатуры пролетариата Товарищи из общественных организаций партии РКРП, Родфронт, Рабочая партия России Поручили мне вести наше замечательное собрание Кто меня не знает, Казёнов Александр Сергеевич Помогать мне будут Русаков Алексей Вячеславович И Елена Искрова, которая вот тоже оказалась в числе опаздывающих Сегодня мы собрались в необычном формате В формате научно-практической конференции И надо сказать, что это не редкое, а исключительное событие За эти годы таких открытых публичных конференций не было И я думаю, что это такой очень знаменательный факт Что вот мы доросли, общественное сознание России Доросло до специальной научно-практической конференции Посвящённой деятельности, борьбе Иосифа Федоровича Сталина Оргкомитет предполагает публикацию материалов конференции Работает интернет-телевидение, красное ТВ Поэтому я думаю, что наши материалы, материалы нашей конференции Дойдут до общественности Товарищи, тема моего доклада Иосиф Федорович Старин, как организатор советского танкостроения На первый взгляд, эта тема такая узкая, техническая На самом деле, надо вспомнить, что советские танковые войска В частности, сыграли не только ключевую роль В разгроме германских фашистов Но и, по сути дела, на протяжении первых где-то полутора-двух Послевоенных десятилетий Играли главную роль стратегического сдерживания Когда наша страна имела на порядок меньше ядерных боеприпасов Нежели Соединённые Штаты И практически не имела носителей Способных достичь территории и ключевых центров Соединённых Штатов И, в общем-то, вот большой руководитель И такая относительно частная тема Но надо вспомнить, что все воистину эффективные руководители в России Они никогда не брезговали частностями Пётр Первый лично не гнушался осваивать плотницкое дело Строить умер корабли Владимир Ильич Ленин не гнушался писать инструкции для часовых в Кремле И по этому поводу хорошо выразился Карл Маркс В работе «Критики гегелевской фирософии права» Вот Маркс так писал «Верхи порагаются на низшие круги во всём, что касается знания частностей Низшие же круги доверяют верхам во всём, что касается понимания всеобщего И таким образом они взаимно вводят друг друга в заблуждение Вот это как раз то, что мы видим сейчас Во время разгура ограничения компетенций Когда одни компетентны в одном, другие компетентны в другом Ну и что в целом творится, мы все прекрасно видим И вот это, конечно, не мешало бы знать и видеть Значит, ну а как вот Иосиф Иосиф Иосифович оказывал личное влияние на танкостроение Значит, перед войной широко известный случай Как Сталин на совещании в Кремле Начал снимать с макета представленного ему тяжёлого танка башни Приговаривая при этом Не будем здесь устраивать Мюрре Мерелис Ну Мюрре Мерелис это крупный универмаг в Москве Был торговый дом, люди сталинского поколения прекрасно это знали Это, так сказать, не будем устроивать всё, что можно Впоследствии это приняло чуть ли не такой характер анекдотический Потому что сейчас многобашенные танки выглядят в той поры смешно Но тогда это не было так смешно Потому что многобашенные Т-28 в частности Они очень большую роль сыграли в финской войне позитивную Это, как сейчас бы выразились, многоканальная система вооружения Которая прекрасно отрабатывала по пехоте И в каком-то смысле вот нынешняя БМПТ Она вот продолжение той же самой идеологии Но это другая история А тогда военные просили тот же многобашенный танк Но с несколько более толстой бронёй С несколько более высокой подвижностью И вот Сталин здесь, конечно, большую роль сыграл Позитивную в направлении В определении правильного направления Затем военным предвоенные годы Очень нравились колёсно-гусеничные танки Во-первых, они обладали высокой скоростью движения Ну а главное, тогдашние гусеницы имели очень маленький ресурс Военные готовы были отказаться от гусениц Чисто гусеничных танков Только в том случае, если им промышленность даст гусеницы С ресурсом в 3000 км Этих показателей промышленность достигла только после войны А тогда всё было здесь сложно, неоднозначно И Сталин, оказав личное воздействие И позволив Харьковскому конструктору Михаилу Юрьевичу Кошкину Создать на виду с колёсно-гусеничным прототипом Чисто гусеничный прототип А-32 Прототип будущего Т-34 Он здесь сыграл, несомненно, сильную позитивную роль Значит, далее Ну вот поставили на поток Т-34 Много у него было недостатков у этого лучшего танка Второй мировой войны, по общему признанию Конечно же, очень много у него было недостатков И вот бурлира, конструкторская мысль В военные годы были созданы Потери в танках в этих были велики И вот в военные годы, когда требовалось наивысшее напряжение Для увеличения выпуска Т-34 Конструкторы создавали на Урале Т-34М, Т-43, в конце войны Т-44 Ни один из них в Сирию не пошел Как говорил товарищ Сталин по этому поводу Главному конструктору после смерти Кошкина На Урар-вагонзаводе Товарищ Морозов, вы сделали очень неплохую машину Относительно новых танков Но сейчас уже у нас есть неплохая машина Т-34 Наша задача состоит сейчас не в том, чтобы делать новые машины А в том, чтобы повысить боевые качества Т-34 И увеличивать их выпуск Тем не менее, отвлечение конструкторов На создание новых машин Оно задержало работы по модернизации Т-34 Не позволило подготовить Т-34-85 Курской битвы Битве, что обусловило большие очень потери Советских танковых войск в этой битве Ну и негативно, конечно, тянуло в каком-то смысле победу Значит, а что в области тяжелых танков? Танк КВ, который все знают Он был не вполне удачной машиной Во-первых, с точки зрения надежности трансмиссии Которая подводила нередко не только на уровне отдельного танка Отдельных танкистов Но и целые соединения крупные выходили из строя Срывая при этом наступательные операции В частности, под Хайковым весной 1942 года И КВ, конечно, имел пушку очень слабую до своего класса Такую же пушку, как на среднем танке Т-34 Когда у немцев появился Тигр КВ тут же уставер В тот же момент Ну и тем не менее Значит, был создан на базе этого КВ КВ-1С С новой трансмиссией танк Несколько упрощенной Ну а главное, к концу войны Были созданы ИС-1 и ИС-2 Которые внесли очень большой вкрат И в ускорение победы И снижение потерь Но Значит, все мы знаем немецкую склонность гигантомании И Тигр был перетяжелен в каком-то смысле И Пантера была недопустима тяжела для среднего танка И Королевский Тигр И Маус тем более То есть это совершенно негативная тенденция Которая не позволила Гитру реализовать Короссальный потенциал промышленности Европы И позволила Советский Союз Обладающий гораздо более слабым промышленным потенциалом Переиграть фашистскую Германию С точки зрения выпуска боевой техники Но у нас, надо сказать, творилось то же самое на уровне конструкторов Танк КВ-3 ехал из блокадного Ленинграда в эвакуацию на двух платформах Потому что одна платформа не смогла бы выдержать его 70-тонный вес Башня ехала отдельно, корпус ехал отдельно Затем, в годы уже Великой Отечественной войны Создавались танк ИС-4 Массой 70 тонн Создавался танк ИС-6 с электротрансмиссией Хотя было совершенно понятно, что в Сирию они не пойдут Это опять же коросальное отвлечение конструкторских сил Задержало выпуск ИС-2 Задержало его модернизацию И в конечном итоге негативно у нас отразилось Негативно отразилось в каком-то смысле на ходе войны С точки зрения некоторого оттягивания ее завершения И увеличения наших потерь Но все-таки у нас эта негативная тенденция была сромлена А в германских танковых войсках она процветала Несмотря на сопротивление такого признанного авторитета В образе танкостроения, как Гудериан Который говорил, что если бы вместо 5000 пантер Было выпущено 15-20 тысяч Очень хорошо себя зарекомендовавших танков Т-4 То это, несомненно, осложнило бы задачи Красной Армии И позволило бы немцам какое-то время еще продержаться Но там заправлял всем Гитлер А у нас вот Сталин, несомненно, благодаря своему здравому подходу Сумел здравую тенденцию сделать преобладающей Значит, почему это Сталина ударось? Сталин, неизвестно, чтобы Иосиф Исарионович Систематически изучал науку логики Гегеля Но как человек, много читавший Маркса, Энгельса Много общавшийся с Лениным Он, конечно, что называется, несколько нахватался И это вот правильный методический подход Он позволял принимать правильные решения В неоднозначной сложной ситуации И нельзя не согласиться с авторами исторического исследования Боевые машины «Урар-вагона. Танк Т-34» Замечательная книжка, можно сказать, монография по Т-34 С глубокими техническими подробностями Вышла в 2010 году Значит, и там сказано следующее Верховный главнокомандующий его Сталин Опираясь на коллегиальное мнение аппаратов Наркомата автобронетанкового управления Красной Армии Под руководством Федоренко Неуклонно отвергал самые заманчивые предложения О конструкторах новых танков И упрямо держался за Т-34-ку Невзирая на известные ее недостатки В результате бронированный кулак вермахта Рассыпался от перенапряжения Будучи не в силах отразить непрерывные удары Подвижных и богато оснащенных бронетехникой Советских танковых армий Принятые руководством СССР решения В области танкостроения В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Были не просто правильными Они были единственно возможными Вот с авторами этого труда Один из авторов которых Это выпускник карты колесных и гусечных машин Ленинградского политехнического университета Дмитрий Геннадьевич Кормаков Ныне ведущий конструктор УРАР-вагонзавода Я думаю, можно согласиться Спасибо, Иван Михайлович Спасибо Спасибо